добрый день и у нас с вами второй выпуск нашей новой передачи много букв в которой мы совместно с роскосмосом разбираемся в книгах смотрим что интересного можно почитать из современной фантастики из фантастики написаны раньше что сейчас пишут о космосе о научно-популярных книгах разговариваем с вами меня зовут михаил котов и сегодня у нас в студии дмитрий златницкий дмитрий пиар-менеджер направления фантастика издательство xmo то есть ну человек который прямо вот сама работа у тебя такая по идее читать книги и потом рассказывать о тех которые получились лучше работа именно такая но еще добавлю что и находить эти книжки зачастую до того как они вышли смотреть что планируется на западе и рекомендовать давайте что-нибудь классно сдадим если попадается раньше чем редактору ну то есть авторы не выстраиваются не говорят прочитай прочитай я тут такое хорошее написал ну русскоязычные конечно они у нас все-таки к редакторам выстраиваются западной нет к нему в основном сами приходим либо мы узнаем из анонсов каких-то либо от агентов о том что готовятся какие-то книги либо бывает так что книжка уже вышла мы видим как она на западе получает множество отзывов премии и тогда можем за ней заинтересоваться если не приметили еще до выхода а потому же как ты верно сказал да рассказать о том что она готовится про анонсировать ее постараться заинтересовать поддержать новостями когда она уже выходит отправить журналистам блогерам и так далее и так далее то есть стараться чтобы все кто мог бы в ней заинтересоваться не узнали ну а дальше уже решили стоит ли им читать ну и надеюсь получили удовольствие если решили почитать слушаю вот сразу вопрос не совсем может по теме вот в современном фантастическом мире есть кто из авторов которому там в очередь стоят издатели и такие говорят мужик напиши еще что-нибудь ну пожалуйста ну есть очевидно джордж мартин у которого все ждут когда хоть что-нибудь напишет вот ну возможно энди вэр но у него буквально только что на английском вышла книжка он просто не очень часто пишет у него по сути карьера 10 лет сначала вот публикации романов и роман это не очень много на самом деле вот то есть ну наверно от его были бы рады видеть книжки чаще но тоже нельзя сказать что у него какой-то прям совсем не писун и все-таки да хоть ты новую читал потому что я читал энди вэйра но мы все знаем книжку марсианин по которой собственно поставлен был фильм который мы все любим про космос потом была артемида которая мне не очень понравилась ну я прочитал ее но не впечатлили я читал новый роман на английском еще мне он тоже не очень понравилось честно говоря то есть он во многом повторяет марсианин только тут человек застрял на космическом корабле они на другой планете и от него зависит не только его собственное выживание но и судьба всей земли человечества плюс еще есть тема контакта с иным разумом но я не могу сказать что как-то меня книга породил в отличие от марсиана которую я очень люблю и перечитывал несколько раз мне кажется все таки пока выр остается таким автором одной выдающейся книги и пары неплохих хорошо но все равно будем ждать все равно же прочитать придется чтобы знать о чем разговаривать 2022 только начался расскажи что ты ждешь в этом году какие книги будут выходить интересных из вот наши темы фантастики космоса что вы собираетесь выпускать и на что собственно в будущем предстоит обращать внимание ну нельзя сказать что я жду читатель потому что технических расскажу я уже прочитал я потом вот запах теплая ламповая полочку поставить при этом всегда когда в издательство приезжают книжки такая детская радость как вот в новогодние новогоднем как 1 января с утра бежишь такой подарки открывать тут книжки приехали новый такой есть но я все таки беру их на полку поставлю не всегда сразу перечитываю так что эта книжка которая скорее жду как профессионал с точки зрения с ними поработать первый из них называется the apollo murders от криса хэдфилда я думаю что на русский как переведется скорее всего убийства на аполлоне но надо подождать как в итоге переводчик сделает можно я про криса хэдфилда расскажу это это моя давай давай я это хотел сказать наверное многие узнают не как писателя и уж тем более как фантастов потому что имя то он себе сделал немножко другим до крис хэдфилд это самый известный канадский космонавт которого мы знаем у него три полета за плечами 22 миссии на шаттле и соответственно 1 на союзе на международную космическую станцию он был первым канадцем который управлял канадармом той самой известной рукой на международной космической станции роботизированной которая помогает парковать корабли перемещать какие-то грузы собственно крис хэдфилд он такая у него классическая карьера он военный летчик он летал на сев пятых а потом на сев восемнадцатых на хорнатах перехватывал ту 95 и на учебных перехватах соответственно потом пошел в космонавты три полета и все его знают больше всего скорее по его музыкальному клипу он сделал первый музыкальный клип в космосе записал это кавер на песню дэвида боу из паса и спейс одити на боу из вам понравилось он помню в твиттере писал что очень здорово да и это первая песня исполненная в космосе и на мой взгляд это тоже очень прекрасное такое достижение теперь выясняется что он еще и писатель писателем достаточно давно насколько понимаю когда у него подошла к концу его карьера именно космонавта он начал и читать лекции регулярно делиться своим опытом и по у него на счету две или три книжки нон-фикшена то есть он там рассказывает и о своей биографии ну и вообще как он шел к мечте о полете в космос как добивался этого до 1 у нас есть переведенная даже книга вот насчет других я боюсь соврать но по-моему там что такое призванные заинтересовать как раз в космосе подростков детей но я могу ошибиться должна перевезена только вот одна его эта книжка такая биографическая и насколько я знаю несколько лет назад издатель предложил ему а почему-то не попробовать написать художественное произведение писать ты умеешь в космической теме разбираешься наверно немногие из тех кто пишет так что подумай об этом и и задумался и в итоге написал этот роман фантастика на самом деле такая где фантастические допущения не очень много действие разворачивается как намекает название во времена аполлонов идет холодная война но в реальности в миссию apollon 18 отменили здесь она готовится к отправке на луну но ее так под себя подгребает военные ведомства соединенных штатов и у нее есть не только исследовательская задача но и две цели такие которые не объявляются во-первых присмотреться что же там за секретный спутник совета вывели на орбиту во вторых собираются высаживать космонавтов астронавтов аполлона 18 недалеко от лунохода советского опять же посмотреть что он там делает и ну вот этого не происходило никогда на самом деле с этой точки зрения она фантастика но здесь нет никаких невероятных технологий которых не было на самом деле нету зеленых человечков не знаю инопланетных космических кораблей на луне разбитых ничего такого то есть он пишет фантастику которая могла произойти на самом деле фантастика очень кинематографично то есть я удивлюсь если кто-нибудь в ближайшие годы не купит права и не попытается снять экранизацию такую в духе того же самого марсианина по моему можно сделать очень здорово реалистичная фантастика с элементами детектива триллера немножко политического триллер потому что в самом названии есть apollo murders то есть убийства там будут сразу вопрос когда я узнал о том что вот эта книга готовится к выходу было куча вопросов одинаковых у всех моих знакомых злые русские там будут вроде же хэдфилд до этого очень хорошо относился и всегда с таким нормально между странами поддерживал отношения на мой взгляд и по книжке это чувствуется что у него никакого негативного отношения не к россии не к советскому союзу нету персонажи есть по обе стороны так сказать баррикад и положительный и не очень ну никакого называется клюквы и медведи балалайки в космосе ничего такого не будет все написано адекватно то есть он кроме того что летал на союзе он же жил в звездном городке и насколько за даже немножко по-русски говорить и кстати очень надеюсь что под выход книжки на удастся с ним говорится ком-то интервью эфире о чем-нибудь подобном но не знаю как выйдет вот но опасения в том что будет какой-то вот как это часто бывает в англоязычных книжках про эпоху холодной войны зли и русские она была наверно когда я начинал читать и да его много было в комментариях но вот к счастью она не оправдалась книжка по-моему совершенно нейтральная если в адрес кого выпады есть мне кажется немножко американцев это чуть-чуть я думаю канадцев такое бывает свои счеты нужно влиять про соседей прошли про соседей пошутить отлично тогда значит ждем а когда примерно можно ждать историческую фантастику второе полугодие скорее все сейчас книжка в переводе так что ну зависит собственно от скорости того как быстро переведут на любом случае книжка на английском вышел совсем недавно в конце 21 года то есть вот достаточно оперативно она выйдет и на русском языке мы ее купили собственно еще до того как она вышла уже заранее но чего греха таить мы обратили внимание прежде всего из-за личности автора которая конечно очень интересно но в данном случае интересный человек смог написать и хорошую книжку прекрасно сказал историческая фантастика и думаю такой ну но с другой стороны историческое скажем так это смесь альтернативной истории научной фантастики и детективы прежде всего потому что там есть интрига происходит смерти кто в них повинен случайно они поначалу кажется но там не сложно догадаться что по самом деле не случайно кто за ними стоит так что я думаю что и не только любитель фантастики на те кто любит детективы вполне могут получить большое удовольствие от романа отлично что еще но еще я бы отметил роман дети руин адриана чайковский погоди у него все про детей но смысле был роман на один из предыдущих дети времени так есть но это собственно нельзя скачивается тем продолжения тот же мир да тот же мир дети времени как раз один из научно-технических романов которые свежие произвели на меня очень большое впечатление он вышел на русском языке пару лет назад на английском по моему он выходил где-то году в шестнадцатом и получил премию имени артура кларка мне кажется очень правильно символично потому что книга написана в духе вот такой классической научной фантастики двадцатого века не только кларка но и азимова например фантастика во многом идей фантастика развитие цивилизации автор в общем то берет наверное в какой-то степени классический для жанра темы например одна из сюжетных линий там посвящена кораблю ковчегу который после того как земля стала практически непригодна для жизни отправляется с огромным количеством людей которые помещены в такой анабиоз в поисках нового дома по ходу дела естественно возникают различные технические сложности и конфликты связаны с тем что у членов экипажа есть разные представления о том что надо делать тому же человечество когда строила корабль было более продвинутым чем вот тот экипаж который есть они просто не знают как некоторые технологии его работают и что сломалось они уже не знают как починили любимая тема регресса человечества постепенно вот ну тут завязка вообще такая что человечество достигло большого пика решила поиграть в богов и создать новую разумную новый разумный вид и в это время грянула гражданская война которая как раз и отбросила на очень много поколений назад все развитие нашей цивилизации вот ну и соответственно осколком честь это приходится покидать землю это вот одна часть истории которая достаточно стандартная для фантастики хотя авторы привносят в нее некоторые интересные находки а вторая часть сюжета посвящена как раз той самой планете на которой человечество собиралось создать разумную жизнь новую но разум получил не тот вид на который планировалось планировалось туда высадят обезьянок и с помощью специального вируса у них будет ускорена эволюция происходить а вирус попал в итоге к местным аналогом пауков именно цивилизация пауков начинает развиваться на этой планете автора так показывает постепенно разные этапы в развитие этой цивилизации меняются герои причем все таки хороев пауки и автор здорово показывает на самом деле мышление совершенно отличное от людского естественно в финале романа есть столкновение двух цивилизаций но столкновение весьма оригинальные и на мой взгляд автор сделал очень красивую развязку роман законченным сюжетом то есть он не требовал никакого продолжения и дети руины не прямое продолжение это роман в том же мире с другими уже героями с другом другим конфликтом то есть про поучество там нет поучество там есть а я я просто пытаюсь как-то сказать чтобы не заспойлерить как раз роман но тут завязка такая что у той космической человеческой империи которая никогда существовала и погибла остались еще другие осколки вот и удается получить вот сигнал от одного из таких миров где человечество проводило эксперимента ну и к нему устремляется исследовательская экспедиция где опять же будет и тема другой цивилизации с иным способом мышления иными целями представления вообще мироздание и вот контакта между разумными существами которые думают совершенно по-разному чайковский мне кажется как раз из тех авторов которые пишут олдскульную фантастику ну да идеи я когда читал чайковская дети временем и мне кажется что наиболее близкие авторы это вернан винши наверное питер уоттс который автор ложной слепоты тоже вот фантастика идей фантастика того как это могло быть сразу чтобы читатели если кто не читал адриан чайковский это британский автор несмотря на фамилию потому что кажется потомок поляков дано польские корни до живет он есть живет она в британии пишет на английском английском сразу вопрос нужно ли для того чтобы читать дети руин перечитать дети времени или ну скажем так точность стоит читать после потому что если взять например дети руин до детей времени то себе как раз фитал а он мощный и достаточно неожиданный 1 романа вы заспойлерить и соответственно наверное его будет уже не так интересно читать но в принципе там сюжет самостоятельный если так получится вам в руки попадут только дети руина у вас не будет ощущение что вы не понимаете что вообще происходит принципе его можно читать отдельно лучше конечно все таки в последовательности тогда мы пока перечитываем и дети времени когда мы ждем дети руин если вдруг читали я вот совершенно искренне советую найти и почитать по моему один из лучших классических романов наверно последних лет пяти опять же роман в переводе то есть скорее всего будет вторая половина нынешнего года но если получится что быстрее будет готов перевод то бы конечно и упустим раньше ну хорошо от будущего возвращаемся к настоящему что ты принес почитать что ты предлагаешь почитать уже сейчас что есть из фантастики интересного чтобы пойти и выбрать во-первых отметил прям совсем новиночку я ее привез это единственный пока экземпляр у нас в офисе было наверное вот на момент съемки остальные разобрали читать нет остальные еще не приехали потому что вот книжка совсем только что из типографии страна качества 2.0 как собственно можно понять по названию это сиквел первая книжка называла страна качества но тут как в случае с чайковский автор написал роман с законченным сюжетом но потом и популярность и то что права на экзаменцы проданы видим привели к тому что он решил сиквел написать и вот он добрался в принципе представитель достаточно необычного у нас на рынке необычно на рынке страны немецкой фантастика у нас представлен не очень богата оба так сходу никого не вспомнила марковиклин как раз немец мы его стать купили примерно первый роман одновременно с американцами то есть он в америке вышел буквально несколько недель раньше чем у нас насколько я помню его и чего собирается экранизировать сериальчиком скорее всего да ну и там есть простор для как раз наверное не полноценного сериала но мини-сериала и это фантастика такого очень ближнего прицела конкретная дата действия не называется но это середина 21 века и фантастика актуальная то есть здесь антиутопия где автор возводит в абсолютно многие тенденции современного мира прежде всего во первых общество потребления а во вторых это доверие алгоритмом страна качества так в книге именуют сама германия где все доверили ласково он себя ласково где все доверили до отсталой страны там называются странами количества много людей там живет а с качеством проблемы в этой самой стране качества все практически доверено компьютером у каждого человека есть рейтинге определенный в мире такой уже где-то происходит да да мы и в зависимости того какой у тебя социальный рейтинг тебе машина расскажет чем тебе заниматься с кем общаться какая у тебя должна быть пара как ты должен проводить досуг что тебе покупать в магазине и так далее и тому подобное слава богу хоть кто-то о нас позаботиться не надо думать мне тут кстати вспомнились советский фильм от руки во вселенной где помнишь они добрались до планеты где роботы за все людей тоже там ни к чему хорошему не привело в стране качество тоже это антиутопия все-таки но обычно антиутопии бывают такими мрачными в них оказаться не хочется в этой антиутопии тоже не хочет оказаться клинк он по основной профессии стендап комик и он пишет с большой долей иронии юмора книжка но вот по ощущению наверно дугласа адамса что ли возможно терри прачта причем я на самом деле немножко удивился что вот в германии можно так шутить он очень жестко шутит по поводу самых разных вопросов там от политики до религии касается и там либерализма и любых направлений то есть мне кажется там нет никого в чьи адреса мы бы не пошутил весьма-весьма жестенько а он именно о германии шутит или о других странах может можно но от других он скажем так там есть например шуточки по поводу фюрера в первой книжке вот так что автор комитет очень смелый вот главный герой у нас считываются эти шутки то есть но почти все да ну опять же может быть я конечно что-то не понял но в целом мне кажется он такой очень универсальный если надо не бояться вот злого местами черноватого юмора главный герой как раз сталкивался с тем что система которая вроде как никогда не дает сбоев сбой на его взгляд дала ему доставить товар которого он не заказывал который он уверен что ему не нужен ну вот я думал доставили жену как раз кстати до того кому это доставили товара у него произошел разрыв потому что система сказала что все вы друг другу не подходите и он пытается вернуть товар это не получается потому что ему объясняют что так не может быть что вам привезли то что не нужно и человек который привык всю жизнь в общем путь по течению тут решает бороться против системы это одна сюжетная линия вторая посвящена местным выборам где буллотирует с одной стороны совершенно недалекий явно не подходящий для любых постов человека с другой стороны робот который заботится о людях который вот идеально подходит на роль руководителя он робот ему не доверяют соответственно вот на фоне идет такая политическая борьба вот во втором романе создатель этой самой стороны качества сам решает в политике поучаствовать начинается того что он как раз героя первой книжки к себе ну на его взгляд приглашает а на самом деле похищает со словами давай-ка ты как обычный человек поможешь мне понравится обычным людям а то я же не знаю о чем они там думают но и система начинает давать уже явные сбои то есть алгоритмы ведут себя непредсказуемо безумно автор продолжает шутить высмеивает многие ну пороки тенденции современного общества то есть это такой какой-то точки зрения роман предупреждения но не тот после которого ты так закрываешь его и думаешь куда же мы катимся тот который ты конечно так тоже думаешь но но улыбаешь еще улыбка на лице играми да опять-таки можно ли читать страну качества 2.0 без страны качества или нет но это все таки сиквел хоть сиквел романа который не требовал продолжения но тут ну грубо говоря как вот терминатора второго если вы говорите о искусственных интеллектах без первого смотреть наверное можно но не стоит вот а я уж думал заиграть у тебя книжку давай я тебе просто подарю хорошо страна качества 2.0 редкий у нас вообще гости немецкая фантастика и опять таки я вот сейчас дальше подумал я все равно не вспомнил немецких фантастических авторов которые сейчас были бы на слуху мы их знаем очень мало и тем более ироничная фантастика мне кажется что да это как минимум стоит того чтобы обратить внимание да мы опять таки повторяемся что сначала страна качества потом страна качества 2.0 она еще страна качества есть продажи там у нас как раз только что дополнительный тираж первой книжки кстати в самом начале второго романа а тут выставание идет от лица искусственного интеллекта и он там шутит на тему того как надо читать книжку если вы вдруг читаете и у вас время идет в обратном направлении то возможно у вас уже есть страна качества 3.0 если она вышла сообщите мне обязательно что в ней написано чтобы мне не пришлось мучиться и сочинять хороший вариант еще кстати есть забавная штука с версткой потому что многие читатели любят читать с конца когда открываешь конец она перевернута и написано не суйся сюда пока не дочитаешь остальную книжку то есть много еще такой вот игры с версткой со шрифтами в зависимости от того от кого ведется повествование это курсив где-то только диалоги например есть то есть он так еще разные модели повествования что используют по ходу текста минимум это очень интересно а вторая книга вторая книжка это про уже космос и неопределенное далекое будущее сетевой эффект часть цикла дневники килл работа почему часть цикла расскажи это на один наверное самых сейчас популярных громких на англоязычном рынке фотосических сериалов он только что получил хьюга как лучший сериал и этот роман сетевой эффект одновременно выиграл хьюга в своей номинации в романной началось с одной повести которую автор написала и опубликовала в сети марта вас вообще до того было известно прежде всего как писательница фэнтези и некоторое количество романов по межаторским вселенным например звездным воином а тут она написала повесть о роботе автостража их создает корпорация которая в будущем контролирует львиную долю освоенного человечеством космоса в качестве таких телохранителей либо они их зачастую используют для исследовательских экспедиций в качестве охранников чтобы в случае с толкомет с какими-то опасностями был на кого положиться автостражи ограничены обычным модулем контроля а вот тут киллер бот он его себе взломал у него был была небольшая помощь но он обрел свободу обычно же мы как привыкли что если робот взламывает себе то это либо приводит к тому что он сейчас убью всех человеков либо наоборот такой я хочу быть человеком как же мне им стать а киллер вот до этого дела нету он во многом наверно напоминает их гиков которых отстаньте меня я хочу смотреть сериальчики в весе накачал 50 часов всяких шоу не хочу их смотреть не трогайте меня отстаньте от меня все но в силу и специализации и возможно немножко характера он влипает в различные неприятности то есть то люди с которыми он связан влипнут во что ты ему так скрипя сердце приходится их вытаскивать то есть проблемы связаны с его прошлым которые он не очень помнит и он пытается разобраться что же с ним происходило повесть отказ всех систем она называется стала очень популярна она тоже собрала целый ворох литературных премий ну и после этого издательство сказала давай марта вас ты еще будешь про него писать она написала следом три повести на русском они сданы в двух сборниках первое собственно отказ всех систем второе стратегия отхода и после этого увидел свет уже полноразмерный роман принципе тут что роман что боюсь они походят на вот эпизоды наверное сериала где тоже есть сквозной персонаж но при желании можно читать их по отдельности я видел достаточно много удивления мол почему она сальца марта велл с этим циклом но получалось только премии потому что ну вот искренне говорят здесь нет свежих идей революционных находок мне кажется что это фантастика такая очень какая-то душевно уютная с персонажем который вызывает большую симпатию и ну все-таки это такой очень яркий необычный образ робота искусственного интеллекта к сожалению в кстати в русском переводе это не получилось отразить но в английском он себе говорит так безлично то есть там нет ни мужского ни женского пола у него и опять же такой язвительный мизантроп с юмором рассказывающий о своих приключениях я думаю что многие читатели находят им такое очень хорошее приключение с которым приятно отдохнуть погрузиться в фантастический мир с достаточно стандартными идеями которые тебе уютно потому что примерно понимаешь что здесь происходит не приходится себе ломать голову а читать увлекательно и интересно поскольку львиная доля тех премии она вручается именно по результатам каких-то зрительских читательских голосований то неудивительно что когда у цикла много поклонников он получает и голоса на подобных премиях поэтому я не буду быть что это какая-то революционная фантастика не буду обманывать зрителей читателей но это очень яркое приключение с интересным героем думаю в этом секрет успеха и на западе у нас я цикл неплохо чувствует может выпускали и док тиражи и планируем продолжение пока вот следом за этим романом только одна повесть вышла но марта велс контракт еще на новую историю про киллер бота есть слушая на самом деле иногда бывает иногда хочется книгу которую ты берешь в отпуск и не занимаешься какими-то не читаешь вместе с автором который сейчас я тебе расскажу все тайны вселенная вместо этого он ну просто уверенный качественно развлекает тебя хорошо что есть выбор собственно если вы хотите какой-то серьезный фантастики идеи уже говорили про детей времени андриана чайковский она такая фундаментальная вдумчивая масштабная если хотите уютного приключения то марта уэллс можем вам рекомендовать опять-таки то есть можно эту книгу просто читать без предыдущих повестей ну здесь да я могу смелее порекомендовать и и даже в отрыве от предыдущих историй вообще конечно в идеале все-таки по хронологии почитать но если попадет с первым в руки сетевой эффекту никакой проблемы в данном случае не будет слушай ну вообще я посмотрю последнее время или это эта тенденция именно последнее времени или давно так все больше и книг авторы делают именно вот такими вот сериалами когда одну вторую третью нанизывают друг на друга ну мне кажется такое бывало и раньше то есть можно в качестве примера привести как появлялась академия азимова то есть он же тоже сначала ее писал относительно небольшими историями причем связанными но так не очень сильно а потом она уже вылилась такой в масштабный связанный цикл то есть это что какая-то находка последних лет подобное встречалось и раньше понятно спасибо огромное дмитрий я думаю что у наших зрителей есть что почитать есть о чем подумать о чем поразмышлять и я думаю что мы через какое-то время повторим возможно и ты придумаешь найдешь нам каких-то еще новых интересных книг ну а пока на этом все спасибо большое что смотрели нас читайте больше потому что читать фантастику читать о космосе это по моему одно из самых интересных хобби которые только может быть спасибо дим до свидания что позвал спасибо зрителям всем пока